Мы тут играем в ассоциации Вы нам, стилисты, навязывайте тренды Пиченюха, печенюха Здесь, конечно, я понавертела Деловая одежда может быть разной Мне все это нужно У нас прям не влог, а сначала лекция по истории балета Хочу Если убить в гугле Анна Павлова, выпадает не балерина Мой внутренний ребенок расшалился Самым лучшим решением будет приходить сюда с карточкой мужа Вот он тот самый шоппинг в кайф Всем привет! Сегодня мы с вами пойдем в потрясающий бренд Один из моих любимых Я, конечно, так всегда говорю, но это правда Вы постоянно, почти в каждом выпуске спрашиваете Свет, что на тебе надето? И я почти всегда отвечаю, что хотя бы одна из вещей на мне бренда Sol И я очень рада, что они согласились нас принять у себя в гостях Потому что вышла новая коллекция, посвященная балету А как вы знаете, я и балет Это просто любовь с первого взгляда Я его обожаю всей душой Меня зовут Светлана Макарова и вы на моем канале Здесь мы говорим про стиль, красоту, самореализацию И то, как с помощью одежды транслировать себя этому миру Сегодня будем говорить про небанальную базу И про то, как яркие, а акцентные вещи вписывать в свой гардероб И использовать их из сезона в сезон Вне трендов, вне модных течений, вне быстротечных событий Которые так сильно раздражают каждый из нас Потому что, ну блин, ну не менять же гардероб каждый сезон Давайте посмотрим, что нового есть в бренде Ну что, наконец-то мы доехали Это одно из самых красивых пространств За время моего знакомства с брендом Это третий шоурум И самый большой, самый атмосферный Девчонки, мы еще с вами не добрались до примерочных Но обязательно доберемся Здесь хочется рассматривать просто каждый уголок И перемещаясь по пространству магазина Хочется все потрогать Каждую ленточку развязать, завязать Все на себя примерить Самым лучшим решением будет приходить сюда с карточкой мужа Мой знал, куда я собираюсь И заботливо положил мне ее в сумочку Но на самом деле сейчас не об этом Сейчас о том, что мы куда бы с вами ни зашли Почти везде царит царство базы И все, значит, говорят База – это на века База – это та одежда, которая будет склеивать все ваши образы Но что если мы сегодня попробуем взглянуть на то, что такое база под другим углом И поговорить о том, что она может быть совершенно другой Она может отражать вас Ваши увлечения, вашу индивидуальность Более того, я немного расскажу про коллекции Потому что у Оли, у дизайнера, все настолько продумано И пропитано тем образом жизни, которым она живет сама Вложено столько культурных кодов Которые, наверное, да не наверное, точно Я за последнее время не встречала больше ни в одном бренде Вы знаете про мою большую любовь к балету И когда вышла коллекция, посвященная великой русской балерине Анне Павловой Я подумала, всех денег мира не жалко, мне все это нужно У меня вот сегодня на мне нет браслета Но у меня даже брелок с балериной висит на браслете У меня дома статуэтки балерины И это какая-то любовь с самого детства Я 10 лет сама занималась классическим танцем Не балетом, к сожалению, то чувство, когда ты приходишь в театр И видишь, когда расходятся кулисы И появляются легкие, парящие, невесомые балерины Вкладывающие в свою работу огромный труд Это невероятное зрелище, которое подкупает и влюбляет в себя с первого взгляда Если мы будем говорить про Анну Павлову Все принты на изделиях Оля рисует сама В коллекцию, посвященную Анне Павловой Опять же, легли эскизы ее руки Знаете, вот сейчас балет-кор Одно из таких активно развивающихся течений Можно сказать, очередной модный тренд Но когда Оля его сделала не в лоб Очень тонко, очень деликатно Очень в своей эстетике И еще и с исконно русской душой Это не может не подкупать В очередной раз говорю это Почему? Потому что Анна Павлова – великая русская балерина Которая была примой любимого Мариинского театра До 1913 года В 1913 году она переехала из России и так и не вернулась Но при всем при этом была звездой И блистала на подмостках Парижа В русских сезонах великого импресарио Сергея Дягилева Дягилев, когда привез русские сезоны в Париж Он не задумывался о том, чтобы сделать что-то за пределами оперы И именно Павлова убедила его добавить балет в русские сезоны Он отнесся к этому скептически Но так как она была звездой И уже достаточно широко известна даже за пределами России Он послушал ее и не прогадал Именно русские сезоны влюбили в себя сначала Париж Потом всю Европу и затем Америку в Россию В нашу культуру, в нашу живопись, в наши костюмы И во многих коллекциях известных модных домов Стали появляться коды русской души К великому Лебединому озеру Анне Павловой рисовал афиши сам Валентин Серов Да, тот самый, который мы все с вами знаем еще со школы По картине «Девочка с персиками» Вот наверняка ее вы точно знаете И Серову потребовалось целых 11 сеансов Для того, чтобы запечатлеть вот эту невесомость мгновения То, как в движении выглядит настолько сложное технически И невероятно красивое искусство, которое демонстрировало Павлова со сцены на протяжении многих лет Кстати, она настолько была любима во всем мире И даже не только в России, а в Париж Ведь я никак остановиться не могу Настолько была любима, что ее именем в Голландии назвали сорт тюльпанов В Австралии ее именем назвали торт И я недавно узнала, что если вбить в гугле Анна Павлова К моему удивлению, выпадает не балерина А именно торт, рецепт торта Как приготовить торт, варианты этого торта Мне обидно, но тем не менее По крайней мере, имя великой русской балерины закрепилось даже на просторах гугла Причем в первых строчках цитат В Индии ее осыпали цветами лотоса В Мексике бросали к ногам сомбрера Ее стиль цитировали В моду того времени вошли легкие шелковые наряды И шали с кистями Все это дело рук Павловой Ну а мы с вами можем прикоснуться к потрясающим изделиям Наполненным историей Благодаря тому, что у нас есть с вами бренд сол Я, кстати, не нашу корсету, но уже один себе купила Потому что он в потрясающем цвете бордо А это еще один тренд сезона Причем даже не текущего, а уже осенне-зимнего Надо, мне надо Футболка Это же база? База А если она с авторским рисунком? Если сам создатель приложил к ней руку Это значит, что ни у кого другого Футболки в точь-в-точь с таким же рисунком уже не будет Вы можете себе это позволить? Я думаю, что это может себе позволить тот человек Который действительно умеет ценить ручной труд И знает, насколько это сложно и трудозатратно Пуанты и бантик Я, честно, стараюсь не нарушать красоту Но я так не умею складывать Флагманским изделием сол уже многие годы является косынка Они каждый год разные Их можно собирать, коллекционировать Они потрясающе носятся и как головной убор И как дополнительный аксессуар Их можно стилизовать невероятно огромным количеством способов У меня есть одна Я не знаю, почему только, кстати, одна Я ее ношу уже вторую зиму, не снимая практически Она и в осень хорошо заходит Для того, чтобы просто унылое бежевое пальто сделать более интересным И в зиму, и с кепкой классно стилизуется В общем, обожаю Да, я тут покрутила и вам-то не показала Вы видели? Внутренняя сторона яркая Внешняя с вышивкой серая Это, опять же, у вас вроде одно изделие Но по факту, так как оно двустороннее И это еще одна фишка Сол Вы получаете два изделия Есть с бусинками Есть изумрудные Недавно у Сол появилась коллекция денима Деним потрясающий Мы с вами обязательно примерим джинсы Обязательно примерим рубашки Но если кто-то хочет, посмотрите, пожалуйста, здесь на вот этот лого Просто печенюха с фирменным значком бренда И его же вы можете увидеть на фурнитуре Фурнитурь невероятно красивая И на дениме, и на жакетах На нее постоянно обращают все внимание Я буквально недавно была в жакете Сол на работе Все просто, мне кажется, только лениво не подошел и не спросил Трикотаж тоже какой-то фантастический Он ручной работы Посмотрите на цветы Помните, мы с вами тоже тренды обсуждали И одним из трендов сезона является Даже двух сезонов Являются объемные цветы И здесь о нас с вами подумали Они пристегиваются Их можно отстегнуть, переместить Их можно расположить совершенно по-разному По самому изделию И самое главное Их можно вообще отстегнуть и приколоть обратно Или переколоть на другое изделие У вас же наверняка не один свитер И очень приятно, когда вы можете его совершенно по-разному драпировать Плюс здесь же булавка Соответственно, прямое изделие Мы можем всегда с вами приталить И вот вы мне, кстати, очень часто пишите Вы нам, стилисты, навязывайте тренды Это мода, фу, про навязывание трендов Про то, чтобы не быть индивидуальными Ничего подобного Зачем нам на самом деле нужны тренды? Все достаточно просто С одной стороны, есть модная индустрия Которой тренды нужны для того, чтобы повышать объем продаж С другой стороны, есть вещи и бренды вне трендов Но которые на них обращают внимание Например, тренд на лайм И мы с вами об этом поговорим чуть позже Вы такие, ага, есть тренд на лайм Значит, в этом сезоне появится изделие в этом цвете А я его очень люблю И он офигенно освежит мой гардероб Возьму-ка я его и добавлю в свой гардероб Потому что потом просто не будет изделия в этом цвете Или также балет-кор У вас сейчас есть возможность купить изделия Которые имеют отсылки к балету В следующем сезоне, скорее всего, не будет такой возможности А сейчас есть То есть вы берете исходно какие-то тренды Которые будете носить Несмотря на то, в тренде они сейчас или нет Потому что они отражают вас Они являются частью вашего ДНК-стиля И они идеально вписываются в вашу капсулу Помогая собирать новые интересные образы У нас прям не влог, а сначала лекция по истории балета А затем лекция Зачем же вам нужны тренды? Вы, кстати, на самом деле не знаете Но вы очень часто, когда пишете Света, а во что ты одета Очень часто на мне как раз таки изделия сол Помните шоппинг-влог про верхнюю одежду И миллион сообщений на тему Света Что заплачено тебе надет Сол, а все, а его больше нет Потому что все изделия отшиваются в единичных экземплярах И кто успел, тот и молодец А кто не успел, тот потом спрашивает, где взять И уже не найдет Помните, опять же, мы говорили с вами О-образный силуэт Видите? Бренд, который с одной стороны вне тренда Но с другой стороны Он их интегрирует в свое ДНК Он подчеркивает Это за счет актуальных форм Силуэтов, цветов И скажите Вот пройдет тренд на О-силуэт Вы не сможете носить эту рубашку? Да чушь собачь, конечно, сможете Вы сейчас хотите сделать ее не О-силуэтом Берем прекрасный корсет И приталиваем Мы это обязательно попробуем На что еще хочу обратить внимание Деним Дениму розет А когда он розовый? Девчонки, ну вот такого Такой подставы я не ожидала Я когда первый раз увидела Рубашку из Денима розового цвета Еще и посмотрите на детали С двойным воротничком И снова пуговики С прекрасной девочкой Помните джинсы Алоя? Вот он Этот идеальный силуэт С акцентом По внешнему краю Посмотрите на варку Просто где вы еще так-то встретите? Те, кто хотел плачь, как у меня Такого же нет Но есть очень похожий Франкенштейн Я вам про него уже не один раз рассказывала А чем он обладает? Стройнящим эффектом За счет соединения Двух цветов Джинсовка Хочу Долго показывать не буду Сейчас еще чуть-чуть И пойдем собираться Вот оно То самое непрямое цитирование Балеткора Смотрите Соединены вместе Спортшик Технологичная ткань Все, как завещала бы нам Сама Мюча Прадо И при всем при этом Форма С отсылками к пачке К балетной Особенно если мы будем вспоминать Не классическую пачку А когда ее переосмысливала Даже Шанель Или Анна Павлова Кстати, тоже просила Взглянуть иначе На костюм Такой у нее не было А у нас вот может быть И это может быть еще и костюм Мне кажется, я нашла свой Идеальный спортивный костюм Что-то мне прям подсказывает Что Дима тоже будет очень не против Я еще здесь нашла Практически Праду И Джилл Сандер Все вместе взятое Очень красиво Невероятно Но скажу я вам Когда в руках держишь нейлон Прадо Он не настолько классный Как плащевка на этой куртке И опять же фурнитура Она просто потрясающая Подкладка здесь отдельный вид удовольствия Еще одна моя большая любовь Это футболка Вы мне скажете футболка И на ней цитаты Бродского И на ней еще один артист русского балета Мой любимчик, которого Если вы смотрели «Секс в большом городе» И не любите балет Вы точно знаете Потому что в последнем сезоне Именно от него сбегает Керри Это Михаил Барышников Помните, он там играл Русского художника Такого своенравного Немножко эксцентричного Который очень-очень жаждал ее поддержки Но забыл о ней Как только началась его выставка Обратите внимание Очень люблю творчество Оли Я каждый раз, когда вижу ее картины Я просто стою, замираю и думаю Хочется не уходить как можно дольше В этом пиджаке, когда я пришла на работу Было, я не знаю Это просто не пиджак Это магнит для комплиментов И то, о чем я вам говорила Кроме фурнитуры Огромное внимание к деталям Я не знаю, почему он сейчас на скидке Я бы ему не делала ее никогда Но сама я купила, кстати, со скидкой Посмотрите Авторский принт, как у моего пальто И какая бейчка сделана Какая обработка Внутри шелковые кармашки Его можно вывернуть И носить с двух сторон И так у вас вместо одного изделия Получается два Он же, но с ручной вышивкой Посмотрите, какая красота И такой же мы с вами можем найти В черном цвете Знаковые вещи бренда Вы мне недавно писали Что это такое? То, как ты выглядишь, вообще не важно Когда тебя берут на работу Или когда ты строишь карьеру Вообще тебя должны оценивать Не по внешнему виду И почему мы обязаны Переодеваться вот под каких-то там Сильных мер и всего Чтобы они нас воспринимали Мы же себя потеряем Ничего подобного Деловая одежда может быть разной Вы в этом можете пойти в офис? Можете Это может быть стиле образующей ядницы? Может Оно отражает вас И выделяет из толпы Всех одинаковых офисных костюмов Однозначно Но при всем при этом Такая одежда Кроме того, что отражает Вашу индивидуальность Она подчеркивает ваш статус Становится вашей опорой Помогает быстрее двигаться По карьерной лестнице Или достигать тех целей Которые вы перед собой поставили Это не обязательно карьера Это может быть все, что угодно Это может быть поиск партнера Бизнес-партнера Партнера по жизни Это может быть развитие собственного бренда Не важно Одежда решает Потому что вы можете на нее опираться Когда вам необходима уверенность А с другой стороны Вы можете надевать вещи Которые будут говорить за вас Без вас Этот же пиджак Есть в другом цвете Для тех, кто боится такого лайма Есть поспокойнее И он может быть с роскошными Летящими брюками Брюки очень классные Но это тоже не все Есть невероятная юбка В самом модном силуэте сезона Вот летящая Я не знаю Сейчас я как скажу Солнце или полусолнце И мне тут начнут в комментариях Опять написывать В общем, летящая юбка А силуэта Потрясающая Словно, опять же Сама Меуча Прада Выпустила на подиум Тут нет, конечно, никаких отсылок К Праде Это просто мои ассоциации После долгой подготовки Ролика про этот модный дом Мне очень нравится Я обожаю такое И для тех, кто уже собирается к морю Здесь тоже подумали Потрясающая летняя коллекция Легкая, яркая Где вы еще встретите такие ткани? Еще и изделия, как всегда, комбинируют все друг с другом Можно просто как платье Можно как тунику с брюками Можно добавить жилет Можно добавить топ на легких бретельках О, моя блуза И очень ее люблю Посмотрите, асимметричная Я каждый раз, когда ее надеваю У всех ломается сознание Что это, как это Тут какая-то лента длинная Тут какая-то короткая Она еще и прозрачная Еще и бант Все, как я люблю Это же просто рай Просто рай, девчонки И это все примерочные И челзона, значит, для любимого Если вы не в одиночку пришли Принт Балет Насколько опять сложное изделие Даже если вы просто вниз наденете банальные джинсы Джинсы мопс Которые у меня так завирусились То это все равно будет цеплять взгляд Это все равно будет говорить о вас Ой, легчайшее кружево какое Но я не это хотела примерить Новый взгляд на спорт Опять же, технологичная Классная ткань Какой-то совершенно Не подвластный времени крой И снова отсылки к балету Аля Руссе И снова балет Света никак не угомонится И для тех, кто все-таки по спорту Смотрите, комбинезон Но где вы еще встретите Такой комбинезон по крою Все, хватит болтать А то я так буду Каждое изделие обнимать Примерять Говорить, как сильно я его люблю Но давайте уже Посмотрим, как все это выглядит Для тех, кто не налюбовался Мною в действии Классно она, кстати, шуршит Я не знаю, слышно или нет У меня Дима каждый раз, когда мы гуляем В ней говорит, что я хожу как в погремушке Он меня точно не потеряет Такое увидела Пойдемте со мной Это самая большая И самая красивая Примерочная Которую я, честно говоря, увидела Даже ЦУМу Такие примерочные не снились И печеньюха Печеньюха внизу С левочкой Все Мой внутренний ребенок Расшалился И цветочки И цветочки И картина Я сошла с ума Я нашла кепку Примерка Начинается В общем, смотрите Вы мне сейчас скажете Ничего себе ты образ собрала Смотрите-ка Футболка огромная И джинсы огромные На самом деле Не все так просто Футболку Можно обыграть И это плюс Оверсайз Причем Мы можем взять У меня с собой нет резиночки Вот прям вот так вот Берете резиночку Так раз надеваете И у вас получится Такая асимметричная футболка Которая будет вот так собрана Можете завязать узлом И вот она вам Уже укороченный футболк Который подчеркивает талию Посмотрите, какие брюки Брюки, господи, джинсы Я уже забыла про камеру Потому что я стою И сама не верю тому Потому что они идеально Сели у меня по талии И так роскошно в брюках Помните? У нас же есть корсет Сейчас мы его будем С вами завязывать Из простой банальной футболки У нас с вами появилась Интересная блуза Как много людей на улице Вы видели, которые так стилизуют вещи И так выглядят Девушка просто в джинсах И футболке Она будет привлекать внимание Однозначно будет Она просто обязана Привлекать внимание Хотя это база джинсы И база футболка То с чего я начинала Давайте посмотрим на базу Иначе небазовые вещи в гардеробе Тоже могут работать на вас И стать вашей персональной базой Такой вот фокус И, конечно, не забываем про аксессуары Вот такие многофункциональные Которые ни у кого больше не встретишь Та-та-та-та-та Чуй, и он поедет со мной Смотрим сейчас на образ Скажем так Для смелых Для тех, кто отправляется куда-то На неформальную встречу На встречу с подружками На выставку В музей Я добавила кепочка для таких Ровно этот же образ Вы можете Заменив обувь На толстой подошве И на уверенном каблуке На более легкую, изящную Например, на лодочке И, сняв кепи Отправиться в офис И это будет уже не скучный Офисный костюм А именно тот костюм Который будет говорить За вас, без вас Видите, как меняется настроение Образа только за счет того Что я убрала один Один аксессуар А вечером вы в театр Или на встречу с любимым Добавляем женственности Просто за счет того Что убираем пиджак И посмотрите внимательно На манжет Закругленный с одной стороны Заостренный с другой стороны А это как раз та самая рубашка Которая с секретом У которой здесь Объемный низ Который дополнительно дает Объем в бедрах Для юбки Которая без того Достаточно пышная И которую можно стилизовать Как я вам уже говорила Совершенно по-разному И мы сейчас обязательно Попробуем это В следующем образе И продолжая тема рубашки И корсета Как необычные по форме вещи Легко интегрируются В совершенно разные По настроению образы Когда вам не нужна Обычная Приевшаяся база Когда вы можете Играть теми вещами Которые есть в вашем гардеробе Каждый день Создавая новые образы Каждый день Раскрывая Ту частичку характера Которую вы сегодня Хотите Показать Миру вокруг вас Да, я соглашусь Здесь, конечно, я понавертела И туфли с цветами И прозрачные брюки Из кружева И рубашка У-образного силуэта Сверху приталенная корсетом Внизу создающая юбочку С отсылками К чему, конечно же, к балету И беретку нашла В общем, душа просила сегодня так Сол — это вещи Вне трендов Вне модных тенденций Которые живут в своем измерении Для того, чтобы подчеркивать Вашу индивидуальность Ну и мою Потому что я очень люблю И давно ношу вещи бренда Когда и шоппинг Это в кайф Потому что людей нет У тебя все пространство Девчонки Вот он, вот он Тот самый шоппинг в кайф Мы тут играем в ассоциации Про прошлый образ сказали Что что-то такое восточное А про этот Что я тут такая выхожу Говорю, смотрите Новый взгляд на спортшик А мне говорят Ну, это на Барби похоже Пишите в комментариях Ну как, вам похоже на Барби Или все-таки это такой На спортике Пошли Вот такие вот Красивые в зал А потом гулять По летней Москве Уже по летней Не по весенней Смотрите, у меня и сумка Подходящая для того Чтобы форму туда сложить И поесть бросить И кроссовки поместились Принт, помните Афиши Анны Павловой А-ля Русе Мы продолжаем играть в ассоциации Какой здесь у нас вайп Вот сейчас мне немножко Такой азиатский, знаете Такая плохая школьница Ну прям Я его только примерила Сняла сразу себе видосик Отправила Диме Чтобы показать Посмотрите Пойдет он гулять С такой проказницей Вечером или нет Как думаете Дим, пойдем гулять Ну и финальный образ на сегодня Так, девчонки говорят Что это пупс У вас какие ассоциации? Неожиданно, да? Выпуск превратился В игру в ассоциации Мне кажется Это самое необычное Эклектичное прочтение образа Потому что здесь И спортшик И гиперсексуальный корсет Причем два корсет в топе И корсет у брюк Брюки, которые делают Бесконечно длинные ноги Которые вы с легкостью можете Интегрировать И в офис И в повседневные Жизненные свидания На прогулку Куда угодно Затянули корсет Потуже Расслабили Если хорошенько Поели в ресторане Добавили что-то спортивное Или добавили Классическую блузу С бантом Они в любом случае Будут выглядеть Просто великолепно Я надеюсь Вам понравились образы Обязательно пишите В комментариях Какой образ Ваш самый любимый И не забывайте Я рада вам Во всех социальных сетях Больше информации В формате реального времени В запрещенной соцсети Для тех Кто любит почитать Всегда найдете Новые актуальные статьи На Дзене А те Кого интересуют Подборки Как интегрировать Ту или иную вещь В свой гардероб Заходите В мой телеграм-канал Я везде Вам рада Субтитры создавал DimaTorzok